За минувшие сутки Херсонщина пережила одну из самых масштабных атак. По данным областной администрации, российская армия выпустила по мирным городам и селам области 356 снарядов из минометов, артиллерии, градов, танков и авиации. Ночью к этому арсеналу добавилось еще и шесть шахедов. Все беспилотники сбили силы противовоздушной обороны, но, к сожалению, обломки упали на жилые кварталы. Атаковали россияне и украинский плацдарм в районе Крынок. На левом берегу. Подробности далее в этом видео. Это все, что осталось от склада с гуманитарной помощью областной организации Красного Креста. А это уже последствия прилетов по жилым кварталам. Там окно побитое, в зале вырвало подоконник. Вот это все. Вот тут поверевало, но вон уже... Посвистело, бухнуло и все сразу... Потом все раз бухнуло, потом все раз бухнуло, потом все раз бухнуло. Не знаю, четыре раза, это точно. Каких неонацистов и склады с оружием придумали в этот раз в российском Минобороны и в Кремле, оправдывая эту атаку, даже неинтересно мониторить. Вот они, реальные результаты действий второй армии мира. Раскорежены три многоэтажки, детский сад, больница, почта, гаражи и стоянка. По уточненным данным, 16 человек получили ранения и контузии, из них четверо детей. Как правило, это происходит, когда нужно приховать свои неудачи на фронте. Вокремя, вверховываясь, что у врага остается задание номер один, это уничтожить нашу плаздарму на левом березе, то у них ничего не выходит. На эту хвилину 100%. По данным украинского генштаба, за минувшие сутки российская армия восемь раз пыталась штурмовать позиции морпехов на левом берегу. Безуспешно. Все атаки были отбиты. Более того, зафиксировано сразу несколько случаев, когда россияне во время атак использовали северокорейские снаряды и сами же от них и погибали. Потому что они взрывались не то, что не долетая до украинских позиций, но буквально над их головами. Колумова пошла про то, что Певничная Корея почне постачать эти артиллерийские снаряды для россиян. Мы говорили про то, что это же не производство новое, это то, что лежало на складах. Мы говорили про то, о каких условиях это зберегается. Дуже часто саме артиллерийские снаряды зберегаются под открытым небом. Звичайно, это деформация, это влияние на эти боеприпасы, на их якость. Как видим, это сегодня и происходит. Первый момент, главный, что певная нестача собственных боеприпасов россиян есть. Это первый пункт. Пункт другой, как раз по корейских боеприпасах. Они действительно разрывают стволы в минометах, в гарматах. И, кстати, про это россияне сами уже и писали. Они, в общем, про это уже и говорят. И эта проблема, она расширивается. В силах обороны юга Украины 20 декабря коротко констатировали. Противник продолжает давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны различного типа, как разведывательные, так и ударные. Но при этом украинским морпехам и спецназовцам не просто удается удерживать плацдарм на левом берегу, но и даже его расширять. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Донбасса, чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.